Мяу! Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня я хочу рассказать вам об одном интересном писателе и расскажу о его известном рассказе, который он сам никогда не писал. Итак, он родился в июле 1899 года в пригороде Чикаго, ну то есть в США. Он, еще участь в школе, начал сочинять рассказы и печатать их. А в 1917 году, как положено, школу он закончил. Он добровольцем от Красного Креста поехал на войну, если не сказать поплыл, поскольку война, Первая мировая, грохотала в Европе, как известно. Он получил серебряную медаль за храбрость от правительства Италии. Он чуть было не лишился ног, попав под минометный обстрел. Он чуть было после полугода в госпитале не женился в первый раз. Но она была старше его на семь лет и выбрала в мужья обеспеченного и солидного господина. Тресогуски, сказал бы поэт Маяковский. А он? Он вернулся в Соединенные Штаты и начал заниматься тем, что получалось у него лучше всего – сочинять рассказы. Первый настоящий писательский успех пришел к нему в 1926 году после выхода в свет и восходит солнце. Печального романа о потерянном поколении молодых людей, живших во Франции и Испании в 20-х годах. В 1927 году вышел его сборник рассказов «Мужчины без женщин». Затем победитель не получает ничего, тоже сборник, и он окончательно утвердился в глазах читателей как уникальный автор. Особенно известными были повествования «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера и «Снега Келиманджаро». Наш герой, надо отметить это, отличался независимым и порою очень бурным нравом. Как-то на Рождество один из приятелей привез ему в Париж пару немецких пистолетов в бархатном футляре и патронов к ним. Тогда он собрал в своем номере друзей, чтобы продемонстрировать им подарок. С оружием в руках он расхаживал по комнате, желая поскорее испытать его, а после схватил фотографию с журналистом и мужем его возлюбленной Ноэлем Монксом, которого ненавидел, поставил изображение на камин и прицелился. К счастью, один из друзей успел вовремя остановить его. Выстрел мог бы быть очень опасным из-за рикошета. Тогда расцверепевший писатель с той же фотографией в руках отправился в туалет. Он положил снимок ни много ни мало на унитаз, извиняюсь, и выстрелил в него шесть раз. Фаянсовая сантехника разлетелась в дребезги, а в отеле случился потоп. Портрет Монкса, надо думать, был похож на решето. И все же большинству читателей наш герой стал особенно памятен не биографией, а своим романом «Прощай, оружие» 1929 года. Истории любви американского добровольца и английской медсестры, развивавшейся на фоне сражений Первой мировой войны. Книга имела оглушительный успех. Он много путешествовал по миру, а во время трагических испанских событий 1936 года, в Испании тогда гремела гражданская война, он готовил и писал корреспонденции из осажденного Мадрида. Впрочем, если говорить о популярности, то творчество нашего автора имело успех не только в иных странах. В СССР его рассказы начали переводиться уже с 1928 года, и вышло несколько сборников рассказов. В 1939 году он переписывался с издательством и собирался приехать в Советский Союз, но, вероятно, война, уже вновь расползавшаяся по Европе, помешало этому. В 1941-1943 годах он организовывал контрразведку против возможных нацистских шпионов на Кубе, где он тогда жил. Он охотился на своем личном катере за немецкими подводными лодками в Карибском море. Потом он возобновил свою журналистскую деятельность, переехав в Лондон в качестве корреспондента. Он летал на бомбардировщике над оккупированной Европой. Он возглавил во Франции партизанский отряд и, как итог, в 1949 году получил военный орден Соединенных Штатов бронзовую звезду за свои геройства. Ну а как выдающийся писатель он получил Нобелевскую премию по литературе за 1954 год? И, думается мне, мои дорогие мальчики и девочки, вы уже вероятно поняли, о ком я рассказываю. Да, это писатель Эрнест Хемингуэй. Уже при жизни этого американского писателя окружали мифы и легенды, автором которых нередко бывал он и сам. Я же хочу остановиться только на одной истории. О чем она спросит, самые нетерпеливые из вас? А я и отвечу – мяу. Эрнест Хемингуэй – это автор самого короткого в мире рассказа. Якобы он написал его на салфетке в ресторане всего за полчаса и выиграл заключенный с приятелями пари. Что же это за рассказ? Продаются детские ботиночки, неношенные. Точка. И все, это весь текст, весь рассказ. Взывает к чувствам и эмоциям, согласитесь? Ну, как установили эксперты, я позволю даже себе сказать, интернет-эксперты. Ну, это такие люди, которым зачастую бывает плохо. Ну, когда другим хорошо. Выяснилось, что этот печальный рассказик начал бегать по интернету лет уж 25 как тому. Герою же моего рассказа не стало в 1961 году. И самое основное в том, что был обнаружен и тот американский журнал города Спокон, что в штате Вашингтон, где подобный текст о продаже был напечатан. И произошло это аж в 1910 году. В 1991 году вышла книжка Петера Миллера, где упомянут этот текст. А в 1996 году появилась пьеса «Де грота. Папа», где уста главного героя, то есть самого Хемингуэя, был вложен этот текст. А там и интернет появился, ну и пошло-поехало. Пошла писать губерния. Мяу. Еще я хочу показать вам, как выглядела третья и собственно последняя жена нашего героя. Это он и Мэри Уэллш. Мэри Уэллш ее звали. Это фотография ее тогдашнего мужа Монкса, не желавших давать развод. Хемингуэй расстреляла в номере отеля Ритц. Вот такова история, такова жизнь. И теперь вы об этом знаете. А я, дорогие мои девочки и мальчики, позволю себе с вами проститься и мяу. Желаю вам всего доброго. До новых интересных встреч. Субтитры сделал DimaTorzok